По информации городской администрации, 277 единиц техники работают ежедневно. Меняются лишь водители, которые работают посменно. Среди техники 30 самосвалов, которые вывозят снег. У нас подключились к уборке снега наши муниципальные предприятия, промышленные предприятия, также управляющая компания со своей техникой. В настоящий момент у нас более 2000 дворов уже почистены, но работы еще очень много. Однако уборка идет очень долго, ведь обильные осадки выпали еще в выходные. Работа администрации города на совещании по комплексному развитию региона раскритиковал Алексей Русских. 30 камазами не справились за 5 лет. Сами же понимаете, еще вот тут 10 дворов, еще можно 30 камазами за сутки вывезти. А когда их тысячи, это невозможно. Дворам достается больше всего. Ульяновцы продолжают сетовать на куче снега у дома. Долго ждать уборки пришлось, например, жителям домов на улице Транспортной. Первым делом владельцы авто взялись за расчистку снега сами, не дожидаясь трактора. А вчера и сегодня не был очищен двор вообще. То есть тротуары немножко были почищены. Машина, дорога вообще никак не расчищена, парковаться невозможно. Муж второй день не берет машину, он свое место расчистил, и машина стоит. Если он уедет, то приедет, он будет копать следующее. Ну, в воскресенье ничего не чистилось во дворе. Вот на Транспортной 2 мы живем вчера тоже, а сегодня все расчищено. Но вчера, вернее, не вчера, а в воскресенье жители сами выходили, очищали машину. Решить проблему с уборкой жителям Транспортной помогли сотрудники Агентства государственного строительного и жилищного надзора. Они контролируют работу управляющих компаний, которые и ответственны за чистоту во дворах. На сегодняшний день мы провели мониторинг 219 территорий многоквартирных домов. Порядка 30% из них находится в неудовлетворительном состоянии в части очистки даже входных групп. Также не произведена на ряде территорий механизированная уборка и не очищены подходы к контейнерным площадкам. Жильцы, в чьих дворах уборка снега и проверки еще не проводились, могут написать обращение в Агентство государственного строительного и жилищного надзора через госуслуги.дом или позвонить по телефону горячей линии 38-41-44. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.